Встреча диктаторов или все-таки лидеров стран, которые создадут новое лучшее будущее. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Встреча глав государств Центральной Азии будет проходить на фоне противостояния их главных союзников Москвы и Пекина с Западом и по оценкам экспертов демонстрирует стремление этих стран к выработке общей позиции. Неформальный саммит президентов пяти центрально-азиатских стран запланирован на 14-15 сентября в городе Душанбе. Консультативная встреча станет пятой по счету с 2017 года. За это время геополитическая составляющая международной повестки сильно изменилась. Россия начала военные действия против Украины, впоследствии чего ужесточились санкционные политики в ее отношении, а противостояние США и Китая вышло на новый уровень. В результате все пять государств Центральной Азии продолжают испытывать давление от международной турбулентности. Поэтому от предстоящей встречи в Душанбе в экспертных кругах ожидают определенных результатов относительно выработки общей позиции странами региона. На мой взгляд, особенность этой консультативной встречи в том, что формат, проводимый в пятый раз, демонстрирует устойчивость и поле для расширения списка проектов и форматов взаимодействия. Во-вторых, ротация локаций проведения встреч показывает, что пять стран могут договариваться и вести равноправный диалог. Ну и в-третьих, встреча будет проходить в непростых геополитических условиях, говорит независимый политолог из Кыргызстана Наргиза Муратальева. По ее словам, подобные встречи являются признанием лидерами и элитами стран-участников взаимосвязанности, укрепляют международный имидж региона и инвестиционный климат, а также способствуют сверке часов по внешней политике. Российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов отмечает, что на фоне войны в Украине страны региона испытывают дискомфорт как в отношении с Западом, так и в отношении с Россией. Во-первых, эти проблемы возникли, и их нужно достойно обсудить, чтобы прийти к некому консенсусу. Но все это будет происходить на фоне попытки выработки общего подхода к российской позиции по отношению к Украине. Это становится неким контрапунктом, некой лакмусовой бумажкой, по которой будет определяться самоидентичность нынешних стран Центральной Азии, которую они пытаются достичь проведением консультативных встреч пятерки, считает Дубнов. По итогам прошлогоднего саммита Таджикистан и Туркменистан отказались от подписания договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, сославшись на необходимые внутренние процедуры согласования. Через месяц после саммита на границе Таджикистана и Кыргызстана начались боевые действия, в ходе которых погибли десятки граждан с обеих сторон. В настоящее время уровень взаимоотношений между странами остается на беспрецедентно низком уровне. Политолог и востоковед Александр Князев в интервью одним из минусов внутри регионального развития называет имманентную неспособность стран региона договариваться в вопросах конкуренции и по существующим конфликтам. В качестве примера он приводит проблемы, связанные с логистикой товаров через территорию Казахстана и стран Центральной Азии и приграничный конфликт Таджикистана и Кыргызстана. По словам Наргизы Мураталиевой, именно многосторонние форматы и призваны нивелировать противоречия. Сам факт диалога дает надежды на сглаживание острых углов и возможности поиска точек соприкосновения. К примеру, это могут быть для начала экономические или инфраструктурные проекты, говорит эксперт. Стоит отметить, что на полях предстоящего саммита в Душанбе кроме вопросов региональной интеграции планируются встречи министров транспорта, проведение экономического форума международных выставок и национальной продукции. Внимание к центрально-азиатским странам за последние несколько лет неуклонно растет. В течение последнего года прошло пять саммитов разного уровня с участием стран региона. Встреча на уровне министров иностранных дел США, Центральная Азия в Астане, Китай, Центральная Азия в Сиане, ЕС, Центральная Азия на уровне глав правительств в Алмате, страны Персидского залива, Центральная Азия в Джидде. Кроме того, во второй половине сентября анонсирован саммит Центральной Азии США на уровне глав государству. Эксперты-журналист Питер Леонард отмечают, что сам факт проведения встречи может говорить о том, что в США разрабатывают свой подход к Центральной Азии. Последние годы США смотрели на регион через призму Афганистана, и поэтому сложилось впечатление, что все их планы о будущем региона в один момент стали неактуальными, рассуждает эксперт. По словам Аркадия Дубнова, президент США может предложить коллегам из Центральной Азии большой проект, который был анонсирован во время встречи Большой Двадцатки в Индии и должен быть антагонистом китайского проекта «Один пояс, один путь». Будет ли попытка Байдена прорекламировать и каким-то образом оттянуть Центрально-Азиатскую пятерку от участия в китайском проекте – это вопрос. Но то, что американцы будут каким-то образом притягивать страны Центральной Азии в орбиту, в первую очередь сотрудничество с Западом, США – это очевидно. Так устроен сегодня мир, который в основном определяется противостоянием между Китаем и США, говорит Дубнов. Параллельно запланировано очередное заседание Совета глав государства Международного фонда спасения Арала. Будет ли в рамках заседания обсуждаться вопрос строительства талибами ирогационного канала Куштепа, который угрожает трем приграничным странам, неизвестно. Востоковед и журналист из Таджикистана Касимбек Мухаммед считает, что проблема Афганистана так или иначе будет затронута в ходе встречи. Безусловно, на этой встрече вопрос безопасности региона и ситуации в Афганистане будет затронут, поскольку это влияет напрямую на наш регион. Однако я не думаю, что какая-либо страна региона поменяет позицию в отношении Афганистана, так как ни один из глобальных игроков сейчас не готов проявить волю и повлиять на изменения в этой стране, говорит Бек Мухаммед. На официальном уровне Душанбе, в отличие от других стран региона, не идет на сближение с правительством Талибан. Вместе с тем, открытие приграничных рынков с Афганистаном пару недель назад может говорить о некотором смягчении позиции. А как вы думаете, чего стоит ожидать от этих встреч и чем это выльется для нашей страны? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!